С 1 по 21 июля на спортивной базе Озеро Круглое проходят спортивные сборы. Здесь собралась элита отечественного кикбоксинга. Чемпионы России этого года в шести дисциплинах этого спортивного направления. Подробности в репортаже. Со всех концов страны, от Калининграда до Владивостока, ребята съехались на базу, чтобы подготовиться к главному спортивному событию – соревнованиям в рамках ежегодного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет на Кузбассе. Нас в этом году, к сожалению, из-за ситуации, сборную России отстранили от международных стартов. В связи с этим мы, Федератский кикбоксинга России, организовываем для ребят альтернативу чемпионату Европы и первенству мира для взрослых, юнош и юниоров, чтобы они, соответственно, сделали заключительный, так сказать, основной старт заключительного сезона. Для спортсменов, а их порядка 100 человек, создали все условия. К слову, Озеро Круглое – одна из самых старых, но при этом самая лучшая федеральная база Минспорта. Во-первых, она хорошо оснащена, а во-вторых, для подготовки к соревнованиям сюда пригласили тренеров международного класса со всей страны. У нас очень много ребят-тренеров, которые заслужены мастера спорта, и это была моя позиция, что именно те ребята, которые прошли эту школу жизненную в спорте, должны свой опыт передавать спортсменам. И таких ребят у нас достаточно. Также у нас ребята-тренера, заслуженные тренера России, которые работают по 20, по 30, по 40 лет со своими спортсменами. Ну, то есть, в двух словах, профессиональный, опытный, квалифицированный тренерский состав. Поделиться бойцовским опытом в тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» приехал и звезда кикбоксинга, двукратный чемпион мирового Гран-при К1 Руслан Караев. Всегда душой я к спорту и в спорте, поэтому стараюсь максимально уделять внимание, когда кто-то просит. Я по своему прошлому возьму. У нас очень много бойцов талантливых, перспективных ушли со спорта. У нас тогда время чуть было тяжелое, поэтому сейчас, мне кажется, для ребят все есть, все условия в плане заработка, в плане славы. Поэтому нужно терпение, заниматься, ходить регулярно тренировки. Я думаю, результат будет однозначно. Главное – двигаться в режиме. Во время мастер-класса Руслан Савельевич продемонстрировал секреты техники ведения боя, отрабатывая движения в паре. Эти навыки оказались полезными даже для опытных спортсменов. К внешним чемпионам мира тяжело еще дальше развиваться, но всегда можно оттачивать какие-то мелкие детали, потому что, когда встречаются два мастера на ринге, то здесь уже решают именно мелочи, какие-то финты, уловки, которые ты вот уже в дальнейшем нарабатываешь, собственно. Поэтому тренера здесь стараются именно упор делать на передвижение, на какие-то обманки, чтобы мы были лучше именно в классе, в мастерстве выше. Физическую, силовые качества подтягиваем. Также, соответственно, технику тактического мастерства. Совершенствия нет предела, поэтому мы совершенствуем, становимся лучше, чтобы на мировых аренах показать, что мы лучшие. Как уверяют профессионалы, российские спортсмены являются лидерами на мировой арене. И это несмотря на то, что в нашей стране кикбоксинг появился лишь 30 лет назад. По сравнению с тем же дзюдо, это довольно молодой вид спорта, но он быстро стал популярным. Сейчас в федерации только выступающих спортсменов 50 тысяч. Ежегодно меняется по 5-7 тысяч человек. Уходят те, кто закончил выступать, а им на смену приходит новое поколение. В 2021 году кикбоксинг вошел в олимпийскую семью. То есть, теперь этому виду спорта осталось совсем немного до медального зачета. Наталья Жукова, Екатерина Детловская, Сергей Мельников, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.